Территория торгового комплекса превратилась в настоящий улей. Нет, это не нашествие пчел, это рев двигателей гоночных автомобилей. А за рулем сидели не пилоты, а краснодарские казаки. Они боролись за кубок атамана Екатеринодарского районного казачьего общества. Николай Новиков тоже покрутил баранку гоночного болита и готов поделиться своими впечатлениями. Кто-то называет их машинками для детей. На самом же деле это гоночный автомобиль. Распределение по картам происходит по итогам жеребьевки, а после обязательные тренировки, затем квалификация, отборочные заезды и финал. Все участники заняли свои гоночные болиды. Многие сели за руль этого аппарата в первый раз. Казаки со всех округов краевой столицы пересели на гоночные карты. Кстати, такие соревнования проводятся впервые, поэтому это смело можно назвать казачьей формулой 1. Я тоже не упустил такой возможности. Балаклава, шлем, небольшой инструктаж и в путь. Мотоциклы и автомобили для меня дело привычное. А вот гоночный карт – это уже что-то новенькое. И свой круг почёта я тоже проехал. Ощущения просто супер! Всем рекомендую! И пока гонщики нарезали круги на картодроме, изучали трассу и повороты, за ними в сторонке внимательно наблюдала тресогуска. И, судя по её поведению, к рёву двигателей она уже давно привыкла. А к тому времени тренировки были окончены. Пришло время соревнований. Настрой отличный! Готовы побеждать? Конечно! Только вперёд! Победа! Будем стараться победить! Здесь всё происходит молниеносно. Пространство и время как будто искажаются. И гонщики борются буквально за сантиметры и сотые доли секунды. Накал борьбы на трассе во время гонки высочайший. Но, согласитесь, это на самом деле захватывает. Управлять картом не так просто, как это кажется со стороны. Нужно грамотно поворачивать корпус тела на поворотах. Иначе болид будет скользить и можно запросто встретиться с отбойником. А лучшего из лучших организаторы выберут по стандартным критериям. По скорости, по времени прохождения круга мы определяем результаты. Электронное табло у нас показывает, фиксирует все круги участников. И мы определяем лучшего победителя. Многие скажут, что в соревнованиях главное – победа. Но для любителей острых ощущений это не главное. Все без исключения получили весомую порцию адреналина, вне зависимости от результата. Мероприятие организовано с финансовой поддержкой, с материальной поддержкой казаков-предпринимателей наших же куреней. Приехало много казаков с детьми, с женами. Ну, неплохие результаты показывают на первых этапах. Надеемся, все можно улучшить. Технические виды спорта уникальны тем, что соединяют в себе науку, технику и спорт. Все те ощущения, которые испытали наши казаки, похожи на те, которые испытывают профессиональные гонщики. И теперь такие соревнования атаманы всех округов краевой столицы планируют проводить каждый год. Николай Новиков, Алексей Попов и Юлия Дейнега. Телекомпания «Краснодар».